Здравствуйте! В эфире программа «7 минут» в гостях у меня сегодня Елена Пупкова, директора туристического агентства Ростура. Елена, здравствуйте! Как это очень приятно, у нас наступило лето. Предполагается, к тому же солнце, жара, пляж. Какой отдых летом пользуется наибольшей популярностью у наших соотечественников? Как вы считаете? Во-первых, сколько людей, столько мнений. Естественно, кто-то выбирает отдых пляжный, конкретно люди хотят приехать отдохнуть, забыв о работе, погреться на солнышке. Кто-то хочет, помимо этого всего, еще что-то посетить. Естественно, чтобы это было не так жарко, как в многих странах это бывает. Это где-то Средиземноморье, наверное, что больше подходит к нашему климату. Поэтому большой популярностью, естественно, пользуются и бюджетные варианты, вариантные туры, такие как Турция, молодежь, которые еще студенты, они не могут себе позволить какие-то шикарные поездки. Ну и, естественно, погода, природа в Турции, теплое море, чистые пляжи в основном везде. Посмотреть там тоже есть что-то, но в основном люди ездят туда, чтобы просто отдохнуть, понежиться на солнышке и искупаться в теплом море. С детьми там тоже очень хорошо. Там очень много отелей, которые рассчитаны на отдых семейный. Это с аквапарками, с различными мини-клубами. И есть отели, которые принимают только, скажем так, молодежь, где каждый день какие-то гуляния, дискотеки и, в общем-то, чтобы было весело. Также люди, которые любят европейское побережье, пользуются спросом – это Греция, Испания. Греция вообще очень популярный курорт. Там Греция омывается семью морями. То есть можно, побыв на одном курорте, искупаться в нескольких морях, скажем так. Вот. И европейская кухня, конечно же, греческая. Напитки, вина виноградные. Вот. И там тоже можно посмотреть, все-таки Греция сама по себе является историческим таким моментом, да, различные архитектурные памятники, которые можно посетить. И климат такой тоже более подходящий к нашей средней полосе. Вот. Многие, как бы, посещая Грецию, еще любят брать, допустим, повторюсь, отели эконом-класса, чтобы посетить много различных ресторанов, попробовав кухню. И, конечно же, это бывает очень недорого, поэтому направление такое популярное и для молодежи, и для людей среднего возраста. Ну, есть отели, есть некоторые острова греческие, которые принимают семейный отдых, то есть чтобы было весело и с детьми там, как бы, да, вот так. Если выбрать направление Испанию, к примеру, Испания вообще сама по себе страна очень и красивая, так же, как и предыдущие страны. Ну, говоря, если про развлечения, то многие ездят с детьми только из-за того, что там есть известный в мире парк Порто-Вентура, да, который целый день можно кататься на всех аттракционах, купаться в аквапарке, и, естественно, как бы, куча впечатлений. И много экскурсионных объектов в Барселоне, которые можно посетить, и известные исторические места. Так что популярны, вот, я считаю, что эти направления пользуются спросом в нашем городе. А вот в какие страны всё-таки не стоит ехать, а вот в самую жаркую погоду? Где вот самая жаркая погода летом, да? То есть, может быть, как-то отложить это на зимний период, на осенний? Да, есть такие страны, конечно же. Это, опять же, наш излюбленный Египет. Сейчас там, допустим, сегодня вообще 38 градусов тепла, я считаю, что это очень жарко для организма, да. Вот. Эмираты – это тоже жаркий регион, и я считаю, что нужно посещать это как-то зима или ранняя осень, или поздняя весна, так как-то. Вот. И Таиланд, Доминикана, Куба, то есть, конечно же, эти направления, они все очень не подходят к нашему организму. Это будет очень жарко, и можно получить, в общем-то, различные тепловые удары и ожоги. Туристы ездили, так как ценовая категория летом, она, в общем-то, меньше, чем зимой, потому что, ну, непосещаема, наверное. Но впечатлений таких не было, как после зимы. Все-таки летом нужно выбирать что-то поспокойнее, чтобы можно было акклиматизироваться там. Вот с тех пор, как у нас, кстати, есть Крым, да, насколько часто выбирается отдых в России, и вообще, насколько он сейчас актуален? Крым, Сочи? Вы знаете, прошлый год, когда Крым стал отдельным государством, было тоже много поездок, люди хотели посмотреть экскурсионные объекты, да, там есть и ласточки на гнездо, да, и всякие дворцы, и усадьбы. Ну, сама по себе природа, вот, но не было развитого, наверное, такого пути сообщения, скажем так. Вот, люди прилетали в Симферополе, самостоятельно добирались, кто на автобусе, кто на такси, это, в общем, было дорого. В этом году инфраструктура там и доставка до отдыха, где вы бы не отдыхали в Крыму, да, Алушта, это Судаклик, поселок Ликоктебель, вот, сейчас все очень, скажем так, стало больше на европейском уровень. То есть вы прилетаете в аэропорт Симферополь, вас встречает бесплатно групповой трансфер, так же, как и за границей, если вы были бы, отводят вас в место вашего отдыха, и так же обратно на рецепшен, накануне вы узнаете информацию, вас отводят обратно. То есть сервис, как бы, уже более актуален стал, и очень, даже, может быть, ценовая категория в этом году стала намного меньше, чем был это прошлый год. Поэтому популярно очень много поездок. Так же можно туда добраться и на автобусе, ну, из Рязани, к примеру, но это тоже переправа, знаете, там, задержки в пути, все-таки самолет час сорок, и вы уже на месте, и отдых начался. А вот касаемо отелей в том же Крыму, да, насколько вот эта инфраструктура развита в данный момент? Над этим вопросом власти работают, скажем так, да, но пока еще все осталось как по-прежнему. То есть какие-то есть реновации, реновации номеров, как бы, да, небольшие ремонты отелей, но включено питание. Сейчас много отелей уже стали работать тоже, ну, отели, пансионаты, по системе все включено. То есть не трехразовое питание, завтрак, обед, ужин, а уже включены напитки, там, вода, соки. Вот, только вот по питанию начали отрабатывать вот эти вот моменты. А так, конечно, все в процессе формирования. Елена, скажите, пожалуйста, одно время была такая проблема, да, что валюта выросла, и цены на всевозможные путевки тоже стали очень дорогими. Вот как сейчас обстоят дела? Ценовая категория, конечно, завышена, так как валюта, в общем-то, пока стабилизировалась, да, ценовая категория все-таки завышена по прошлому году, в сравнении с прошлым годом. Вот, ну, я бы не сказала, что очень сильно, то есть ни в два, ни в три раза, но по цене евро, конечно, то есть, ну, подороже, процентов на 20, на 30 стоимость путевок возросла по сравнению с тем сезоном. Количество людей, желающих путешествовать, отдыхать, как-то уменьшилось? Количество людей не уменьшилось. Люди, которые планируют свой отдых, они все равно едут в отпуск, но, может быть, изменили теперь регион. Кто-то ездил в Испанию, сейчас по бюджету не проходит, выбирают, там, допустим, Турцию, какое-то другое направление. То есть, бюджет все равно у людей остался тот же, который планируемый на отдых, да, отдых состоится, но в другом, может быть, направлении. Ну, а средний уровень, как ездил, так и едет, то есть, как бы, да, все зависит, конечно, от благосостояния туристов. Ну что ж, Елена, спасибо вам огромное, а вам, уважаемые телезрители, хорошего отдыха. И напомню, что в гостях у меня сегодня была Елена Пупкова, директор туристического агентства Ростур. Это программа «Семь минут». Увидимся! Субтитры подогнал «Симон»